Жизнь как горький шоколад, говорит Елена Васильевна Шпакова. Первому директору шоколадной фабрики России не всегда сладко жилось. В детстве была сладкоежкой, потом шоколад стал работой и как-то разонравился. Зато появилась гордость за свою продукцию. Горький шоколад самый дорогой, самый хороший шоколад. И в то же время-то горький. Не так легко это все было, чтобы получить известность такой, чтобы фабрика звучала на весь мир, не только на весь союз. Тоже это в советское время было. Это надо было как-то еще получить такое, это своим качеством. Почетный гражданин города Самара, герой социалистического труда, заслуженный работник пищевой индустрии, кандидат экономических наук. Такими званиями удостоена Елена Васильевна сейчас, но в 1948 году, только приехав молодым инженером из Москвы в Куйбышев, она была рядовым сотрудником, но очень настойчивым и целеустремленным. И в 1957-м она возглавила Куйбышевскую кондитерскую фабрику, которую пришлось поднимать практически с нуля. А с февраля 1969 года в Самаре началось строительство шоколадной фабрики «Россия», директором которой стала Елена Шпакова. А Москва тоже хотела, а Новосибирск хотела, а Украина хотела, Киев там. Ульяновск хотел, говорит, к столетию Владимира Ленина надо построить такую фабрику. И так далее. Все хотели, а надо было отстоять эту фабрику. За 22 года работы на знаменитой шоколадке под руководством Елены Шпаковой увидели свет любимые всеми птичье молоко, родные просторы, сударушка. Все от мала до велика в широком ассортименте фабрики находят любимые сладости. Сама же шоколадная леди предпочитает розы. Несмотря на то, что всю жизнь работала с конфетами, говорит, что сладкого должно быть в меру. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.